всем привет привет приветствую вас на своем канале сегодня мы будем делать с вами прогноз на весну будем смотреть энергии весны где-нибудь вот здесь я выложу подсказку на зиму вы можете перейти по ссылке да по подсказке и посмотреть и сравнить насколько у вас отыгралась зима или нет я прежде чем начну хочу сделать такое вступление огромная просьба не перематывать на свои позиции потому что я хочу донести какой-то такой знаете очень важную для меня мысль для вас безусловно когда начинаешь работать взаимодействовать с людьми до в процессе что-то проясняется вот и пользуюсь возможностью того что я могу голосом кое-что здесь сказать и рассказать я хочу воспользоваться этим шансом значит речь пойдет о недавнем моем раскладе где в 3 позиции был один определенный момент где я высказала фразу и перешла на ты это фраза она была адресная она была конкретно одной юной женщины ими я не знаю у меня нету сказать да я не знаю кто это это подписчица либо это чья-то родственница вот но почему я это за дело дело в том что мне недавно пришел комментарий на этот счет где одна из подписчиц услышав эту фразу переняла ее на свой счет вот эту информацию которая была сказана вот и по моему в прошлом раскладе я прикрепила этот комментарий вы можете кому интересно перейти посмотреть а вот и я получила свой адрес не очень лестный коммент я сейчас не буду обсуждать это потому что но для меня не не эта цель да я не не собираюсь ничего прояснять ни с кем я просто хочу мысль какова которая хочу донести дело в том что много раз на разных каналах вы слышите о том что расклады общие все это слышали да много раз слышали да почему воспринимаете буквально все что сказано в раскладе на свой счет вот у меня вопрос именно такой неужели у вас нету какого-то такого фильтра внутреннего в виде интуиции в виде внутреннего голоса который вам говорит это не про меня я это слушать не буду а вот это про меня здесь мне созвучно вот это мне приятно а это мне неприятно это я хочу знать а это я не хочу знать на моем канале самопознание я вам каждый раз наверное говорю обращайте внимание на то что происходит внутри вас почему потому что только вы знаете себя никто вам не сможет рассказать о вас только вы знаете себя и ваш внутренний вот этот голос который по каким-то причинам у кого-то но он развита то есть вы сможете его слышать а у кого-то надо прислушиваться да то есть надо остановиться успокоиться чтобы его услышать так вот по каким-то причинам забываем о том что расклады общие и все что слушаем перенимаем на свой счет это некорректно это неправильно это неверно и поэтому я и говорю всегда что на моем канале не важны варианты вообще важная информация вы можете прослушать весь расклад по всем вариантам и только какое-то одно слово из часа расклада может вас зацепить и это будет вам это будет вот именно для вас потому что есть отклик если нету отклика не надо на себя перетягивать информацию и как-то там потом я не знаю а его воспринимать субъективно и потом взять шашку и махать мой адрес причем с того что я делаю общий расклад я несу ответственность за то что я говорю но я не несу ответственность за то что вы понимаете потому что то как слышит человек то что он воспринимает это субъективно как бы я не хотела вы не знаю найти нужные слова нужные варианты объяснения там метафоры и так далее и так далее если человек через призму своего фильтра и у него так работает мозг воспринимает информацию вот так я в лепешку расшибусь но я не смогу донести информацию по-другому поэтому давайте мы будем немножечко взрослыми будем немножечко адекватными и будем нести ответственность каждый за то что он слышит то есть прежде чем что и это не касается только меня и раскладов это вообще касается жизненной позиции то есть прежде чем что-то предъявлять кому-то разберитесь речь для того нам и дана чтобы прояснить а правильно ли я это поняла а действительно ли это было сказано про меня а если я не поняла или не могли бы вы мне уточнить в своих раскладах и в своей позиции даже когда люди приходят мне пишут личку в консультации я всегда с людьми разговариваю на вы это мой принцип в той позиции была единственная фраза когда я сказала я говорю это тебе вот и меня услышишь и ты не подразумевалась конкретно всем слушателям одной конкретной позиции речь шла об одном конкретном человеке с другой стороны вы не забывайте что я не таролог который читает от головы который выучил ключевые слова он их просто использует когда я передаю информацию особенно там отдельный вариант потока через меня проходят силы через меня до говорят разные силы в каких-то моментах я это позволяю в каких-то моментах нет и когда я перешла на ты делала это осознанно потому что через меня говорила какая-то конкретная сила и она должна была сказать именно на ты чтобы быть услышанной конкретным одним человеком которым обращалась потому что там была очень серьезная ситуация и и и и надо было вытащить человека и стал из той как сказать с того состояние в котором находился и чтобы он услышал но человек не разобравшись написал мне претензии и сейчас ладно я не буду про это говорить хотя меня это очень сильно зацепило я хочу еще раз обратить ваше внимание на то что фильтруем все то что слушаем и это не только у меня а вообще по жизни ставьте для себя какие критерии выстраиваете границы того что вы в пускаете в себя этого для вашего блага да то есть это не только избирательность на уровне физики да вот эту еду я буду кушать или нет это вкусно или нет это опасно либо не опасно это должно быть и на уровне эмоций это должно быть и на уровне ментала на той информации которую вы получаете кто виноват в том что слушают люди новости доверяют таким источником а потом сидят и переживают и волнуется кто им виноват никто это их выбор но и тогда несите ответственность за свой выбор не надо его перекладывать на других людей вот эту информацию я хотела до вас донести и также хочу сказать по поводу сил и по поводу перемен да я говорил неоднократно что до лета моей энергии изменится я это знаю я это транслирую если кто-то считает что мои энергии стали более жестче что я стала более резкой более не знаю требовательные категоричные либо еще что-то имейте ввиду что чем больше я прокачиваю себя чем больше я пропускаю через себя силу а а те кто действительно знаком с понятием что такое сила у них нету эмоций у них нету кого-то сказать вот то что люди приписывают богу что он сегодня там расстроен он огорчен он разочарован либо еще что-то вот это вот человека подобное да это не имеет отношения к творцу это не имеет отношения к силы у сила нет эмоций она не эмоционирует это чистая информация вот прям в сухом ее виде чем больше этой силы проходит через меня тем больше конкретные я становлюсь тем меньше я сглаживаю углы но если кто-то считает что я действительно такая я могу сказать что вы очень сильно ошибаетесь потому что если бы я говорила все то что я вижу а бывает моменты и даже это конкретные позиции когда я вижу очень сильную жесткость которую проживаете многие проживали в прошлом многие из вас когда я вижу я реально вижу эти сцены насилия если бы я все про это говорила вам бы это не понравилось и вы бы быстренько быстренько и отписались и с другой стороны это не этично и не экологично и я это фильтрую но я это вижу а теперь попробуйте встать на мое место и донести информацию которую вы видите и возможно она не очень приятное донести ее экологично с уважением и при этом еще чтобы никто и не обиделся на тебя вот вы хоть раз попробовали бы так прежде чем судить прежде чем говорить что-то другому человеку попробуйте пройти его путь попробуйте сделать то что делает он а а потом уже осуждать и с другой стороны я скажу вам даже больше очень много тарологов которые транслируют информацию через какие-то темной силой через поселенцев и они даже об этом и не догадываются и они дурачат людей и люди которые их слушают примерно в тех же энергиях и вибрациях а принимают эту информацию и им это окей поэтому когда мы что-то слушаем взращиваем в себя в себе ответственность взрослую позицию и фильтры ставьте себе фильтры ваше благо и не хотите я здесь ничего сказать не могу точно так же как я и говорила в третьей позиции то есть моя задача передать информацию я даже не могу ничего подсказать я даже не могу ничего сказать если мне это не разрешает мне это не показывает и здесь вопрос не моего собственного желания а я говорил уже что у меня были несколько случаев за последнее время когда я записываю расклад он либо стирается либо нету звука либо еще что-то я четко понимаю что мне эту информацию доносить не надо вот это в общем я хотела сказать я не хочу никого ругать я не хочу никого осуждать но иногда необходимо быть более такой сухой жесткой конкретные чтобы быть услышанной потому что когда ты узнаете у каждого человека свой язык да то есть если человек привык говорить достаточно жестко как бы ты с ним мягко уважительно не говорил он не поймет этот язык если человек привык слышать я не знаю привык физическому какому-то носил и относили до побою силой только так он понимает это его язык общения то вот только на таком языке с ним и надо говорить поэтому я даже не знаете иногда когда я сталкиваюсь с такими ситуациями я я не обижаюсь я удивляюсь удивляюсь тому что я я теряюсь я не знаю как как мне себя вести то есть когда я получаю свой адрес какие-нибудь обвинения я я реально теряюсь я не знаю что что сказать то есть меня требует либо мне предъявляют что-то что мне вообще кажется как-то странным да то есть я я я я сталкиваюсь с такими моментами когда мне иногда в личку пишут а какие-то вещи я удивляюсь незнакомому человеку написать что-то что-то от него требовать предъявлять какие-то претензии у меня это в моей картине мира такого нет у меня в голове не укладывается ну как я вот не вот я вас лично никого не знаю вот представляете вот я вам возьму и напишу в личку и скажу что я у вас покупала там я не знаю печеньки и вообще как вы на меня посмотрели и почему не поздоровались со мной как так можно ну странно то есть одно дело и если были бы какие-то претензии к работе и опять же таки ну как можно предъявить какие-то претензии к общему раскладу я передаю информацию кого-то не цепляет кому-то не удовлетворяет не нравится ну просто отключите же ведь это элементарно это вопрос не хейтеров это вопрос мировоззрения человека если бы мой канал не был направлен на самоопознание таки обмахнула рукой и ладно сказал но с другой стороны если мы приходим вместо где мы хотим обучаться почему мы не обучаемся вот не знаю я наверное реально как-то неправильно думаешь что ли я не знаю у меня такие мысли возникают и я большей степени теряюсь потому что не потому что я не могу ответить потому что я не знаю ну как сказать что донести что сказать людям мне это очень удивляет да ну это наверно самое подходящее слово так ладно давайте вернемся к раскладу посмотрим что у нас ожидает этой весной две позиции будут почему потому что ну вопросов много когда много вопросов я уже неоднократно говорила я делаю либо на одну позицию либо на две для меня в идеале было бы сделать на одну чтобы так узнаете погрузиться просмотреть опять же таки есть подписчики которые предпочитают варианты вот но предпочитаете ok вот варианты огорчена действительно вот я и я горчина и в таком состоянии конечно же делать расклад не совсем корректно но я очень быстро сейчас перестроюсь как только я погружусь от нужное необходимое рабочее состояние так надеюсь вы определились и мы приступаем позиция номер один голубенький камешек буду смотреть на свои любимые колоде артара уэйта люблю классику люблю символы смыслы как бы как как у колода не казалось примитивной ту информацию которая нанесет разве что колода то то может нести вот именно в контексте символизмов есть конечно же и другие но меньшей степени известный так смотрим общая энергия весны общая энергия весны солнце новое начинание радость веселья желание какого-то движения желание проживания состояния красоты гармонии легкости не обременять себя ничем больше наслаждаться да больше вот что такое получать но при этом здесь активность есть да и вот весна как говорит да возражение возрождение пробуждение вот это все по солнышку проходит коня краски такая самая такая позитивная карта из великих арканов еще общая энергия весны влюблены видимая весна будет для вас достаточно значительные да поскольку выпадает великие арканы аркан влюбленных здесь нужно будет определяться определяться в своем дальнейшем пути определяться что я хочу на какой стороне я есть что я выбираю с одной стороны и по солнцу я могу сказать что здесь не будет желания как-то вот сделать этот выбор да потому что солнце оно не предполагает но это такой аркан радости и детскости и когда мы находимся в таком позитивном настроении на нам в чем-то определяться здесь что-то решать принимать какие-то решения и в дальнейшем соответствовать не очень-то и хочется почему потому что есть понимание что нужно будет выбор за выбор который мы сделаем до нести какую-то ответственность а здесь велика вероятность что выбор должен быть такой достаточно серьезный и здесь человеку будет сложно достаточно сделать окончательный выбор до принять окончательное решение будет вот это вот метание чем она связана с чем она связана но она связана как раз таки для кого-то это может быть профессиональная сфера да а для кого-то понимание именно долгосрочности и постоянство выбранного пути то есть допустим если нам нужно определиться с переездом до куда поехать то мы понимаем что это будет не на один года этого там на несколько лет либо на всю оставшуюся жизнь то есть здесь есть какая-то вот долгосрочность и фундаментальность с другой стороны не не желание делать выбор здесь будет связано с состоянием как раз таки безопасности да то есть мне хочется радоваться мне хочется веселиться и мне так хорошо и комфортно вот и мне мне страшно сделать какой-то выбор да то есть я не чувствую себя безопасной то есть вот здесь какой-то момент фундаментальности он присутствует с другой стороны энергия весны она предполагает конечно же состояние изобилия гармонии красоты то есть возможно будет желание как ты не знаю преобразить то место в котором вы находитесь да сменить для себя как-то люк но опять-таки да если мы говорим про гардероб про цвет волос и так далее то здесь будет такое вот метание да я я не могу определиться это хочу это хочу но нужно обязательно сделать выбор и любой какой бы выбор я не сделаю я понимаю что он половинчатый почему потому что здесь идет вот это вот дуальность да здесь нету целостности то есть выбирая что-то одно я себя в чем-то другом решаю чего-то себя например там я не знаю если я выбираю в гардеробе светлые какие-то тона на что я хочу сменить то ясное дело что я лишаю себя более темных ну потому что я не могу одновременно носить и светлые и темные да то есть вот ну чисто теоретически на практике если мы говорим допустим про одежду да то можно конечно же совместить там я не знаю черный цвет например желтым да либо с красным с оранжевым но здесь вопрос именно в предпочтение если я даю предпочтение чему-то одному то я лишаю себя чего-то другого но так работает дуальность то есть выбирая что-то одно что-то другое чего-то другого лишаем себя и вот то чему мы себя лишаем это вот как раз таки вызывает у нас состояние тревожности и опасности то есть я как будто бы вот сбрасываю себя одежды и не чувствую себя уверенным вот здесь с этим будет связано но у сложно будет сделать какой-то выбор даже неважно какой сферы это касается это состояние на мы как я уже говорю считываю энергию так второй вопрос значит ваш настрой на эту энергию на эту волну ваш настрой давайте так подвину камере фойда ваш настрой но у настрой здесь по аркану умиренности говорит о том что я хочу быть в единстве да то есть я не хочу ничего не выбирать я не хочу ничего разделять я не хочу ничего отделять одного от другого да то есть мне наоборот вот это вот движение определение надо мне не нужно мне хорошо вот в том состоянии в котором я нахожусь в гармонии спокойствие есть ощущение того что какие-то перемены происходит но эти перемены они происходят внутри вас и они идут очень медленно иногда может казаться что их как будто бы даже и нету потому что во внешнем мире как-то результатов нет и вот это вот энергия движение вперед после того как в чем-то определимся она как разки отражаете внутренние ту внутреннюю медленную трансформацию которая у вас происходит но если внешняя энергия вот та которую я описала ранее то внутренние ваши это вот желание статичности до желания пребывания в таком спокойном состоянии до терпении я подожду я ничего не хочу особо делать это не вопрос того что человек находится в болоте просто ему на данном этапе комфортно и он я бы так сказала не готов до не готов определиться почему потому что еще и не совсем понятно то есть и варианты которые будут предлагаться а какая в них ценность для чего для чего они мне нужны да для чего я должна выбрать что-то одно когда мне вот в принципе ну сейчас и так хорошо также здесь какой настрой настрой на выздоровление если у кого-то есть какие-то болезни до заболевания также то есть возможно позаботиться до своем здоровье вот и также ваша вас настрой на весну он как-то вот большей степени имеет отношение к к творчеству либо какому-то такому спокойному состоянию какой будет у вас уровень энергетики но с энергией как вы видите да пажу кубков будет недостаток по крайней мере на начальных этапах недостаток хотелось бы больше энергии вот если бы было больше сил было бы больше энергии тогда бы проще было бы делать какой выбор то есть определиться здесь чем-то энергия небольшая энергия вот как раз кину то чтобы не знаю что-то по представлять что-то по воображать о чем-то помечтать вот что-то такое но на то чтобы совершать какие-то действия причем сконцентрированные которые энергозатратные здесь нет не хочет спросить так будет всю весну либо это вот какой-то период да нет я думаю что это какой-то период и туда как появится больше солнышко больше тепла до больше огненности у вас и знаете как это аппетит приходит во время еды вот здесь вот примерно так же да то есть по мере того как будет проходить время у вас будет появляться больше энергии так а следующий вопрос на что нужно обратить особое внимание ну вот во первых на свою энергию да как-то вот наполнять себя найти те моменты которые бы больше вас удовлетворяли радовали вот приносили удовольствие а с другой стороны обратить внимание на свой эмоциональный фон что здесь с этим фоном возможно будет какие-то переживания либо переживания по поводу финансов я уже озвучил они как-то так весной активизируется либо какая-то тревога беспокойство волнение по поводу семьи причем эмоциональный фон он не всегда в негативном ключе да это могут быть вот всплески либо всплески от того что пришло какая-то вот большая сумма денег и я очень радуюсь до либо наоборот нужно заплатить за что-то большую сумму денег и я опять-таки эмоционируя на этот счет либо будут какие-то радости связанные с семьей не знаю может к нему быть праздники будут да и вы будете радоваться с другого человека но в любом случае здесь вам говорится о том что необходимо обратить внимание на на свои эмоции почему это так важно потому что видите дьявол потому что цепляетесь вы именно на эмоции то есть здесь нужно отсматривать и отсматривать отслеживать что конкретно вас цепляет то есть и во что вы впадаете в зависимость возможно это какие-то покупки которые вы совершаете на эмоциях да возможно какая-то ваша реакция является следствием каких-то эмоций как у меня было во вступлении да что зацепила эмоционально и дальше пошло поехало то есть вот здесь нужно обращать внимание на это с другой стороны туз кубков здесь еще указывает на в некоторых случаях да на на страхи здесь могут быть то есть вы можете ваши поступки могут исходить и решения исходить из состояния страха по тузу кубков у нас проходит страх одиночества либо страх непонимания что нас не понимаю да здесь возможно нужно будет обратить внимание на то что вам сложно будет сделать какой-то выбор почему потому что будет какие-то страхи да может быть кто-то здесь не знаю боится вступить в отношения чем более стабильные серьезные боится влюбиться либо наоборот боится остаться без семьи то есть здесь вот эти вот эмоции ну в принципе страх это очень сильная эмоция да вот этого стоит здесь ну как-то вот остерегаться обратить на это внимание с одной стороны этого не надо избегать почему потому что вот любая такая ситуация она будет подсвечивать вам теневые аспекты их можно будет очень хорошо проработать если есть хочет сказать под рукой да мастер какой-нибудь да там я не знаю психолог кому можно обратиться сказать вот меня прорвало на эмоции да давай разберемся откуда эта ситуация что она мне говорит и вот ну как-то очиститься да проработать это вот хороший такой момент для работы на что еще нужно обратить внимание помимо эмоции ну семерка мечей она тоже говорит да каких-то хитростях даже не хитростях а какие-то вторичные выгоды да скорее всего именно эти вторичные выгоды и будут влиять на определение вашего дальнейшего пути да на выбор что это за вторичные выгоды ну по поводу ваших желаний могу сказать да по поводу ваших обидц и туз жезлов это целенаправленная воля на достижение чего-то такого конкретного и здесь либо нужно будет обратить внимание то на то что то что вы выберете это потребует большую большой концентрации энергии на это нужно будет направлять вот все свое внимание для того чтобы это реализовалось и как вариант это тоже может вас как-то пугать допустим если мы говорим про отношения да выбирая этого человека вторичная выгода я как будто бы должна буду вот то что я сказала да лишить себя отказаться допустим от своей какой-то свободы либо от каких-то своих интересов и поэтому я не выбираю другого человека для серьезных стабильных отношений чтобы не утратить свою там я не знаю свободу свой привычный образ устаканившись образ жизни да какую-то свою стабильность то есть здесь вторичная выгода вот говорит о том что то что вы выберете на этом потом нужно будет сфокусироваться здесь заранее скажу что может быть надо пересмотреть эту позицию может быть это не так это было в прошлом но возможно в будущем это будет не так то есть вот здесь какое-то убеждение сразу всплывает которое нужно нужно будет пересмотреть так а чего нужно избегать чего нужно избегать я бы сказала избегать непринятия какого-то шанса потому что пожезов у нас указывает наоборот на интерес но и одновременно на какую-то неуверенность да то есть поскольку это только начальный этап энергии это этап сбора информации но не движение поэтому здесь человек не уверен да что возможно у него есть достаточно знаний для того чтобы что-то начать желание есть искра вот это вот я загорелся заинтересовался да она присутствует но при этом я сомневаюсь вот здесь вот скорее всего то что касается неуверенности сомнений да здесь на это нужно наверное будет обратить внимание избегать этого вот какой-то неуверенности да и депашь мечей избегать какую-то настороженность знаете вот человек который ошибся возможно в прошлом либо прожил какой-то болезненный опыт да вот он все время как-то оглядывается назад он напряжен он насторожен и он все время чего-то опасается вот здесь именно в контексте каких-то шансов которые вам будут даваться вам не нужно здесь говорит говорится о том что этого избегать то есть не избегайте шансов которые вам будет даваться а избегаете вы опять таки потому что здесь есть какой-то сильный страх также чего нужно избегать каких-то не знаю сообщений слов вот информации информация может быть здесь какая-нибудь болезненная да то есть либо какая-то правда но опять-таки да правда у каждого своя и истина она общая то есть вот здесь это может быть как ваш адрес да то есть люди знаете как это давай я тебе скажу какой-нибудь такой добрый совет да но с каким-то злым умыслом и вы возможно прислушаетесь и не знаю поступите как-то неправильно неверно либо наоборот здесь избегайте принимать каких-то решений если вы не рассмотрите ситуацию со всех сторон то есть с одной стороны нужно быть внимательным настороженным нужно а с другой стороны надо понимать когда эта настороженность влияет опять же таки почему я говорю двойственно потому что там выпадал аркан влюбленных вот это вот дуальность она присутствует как понять где эта грань вот как раз ваш внутренний голос да обращаясь внутрь к себе и задавая себе эти вопросы вы этот отклик получаете нужно научиться просто проработать это да прокачать побольше себе обращаться чтобы выработался этот навык да то есть ваше тело оно будет вам подсказывать и ну здесь сто процентов вы понимаете где где что где эта информация ваша или нет где вот эта вот грань здесь я не могу вам ее обозначить и сказать а так что еще здесь возможно нужно избегать избегать привязанности да любого формата не знаю к людям к вещам к предметам избегать каких-то иллюзий представлений то есть здесь должна быть вот эта вот эмоциональность о которой я говорила она краски и включает иллюзорность то есть как правило и почему здесь нужно быть настороженным потому что как правило иллюзии они всегда сладкие они всегда маленькие они всегда вкусные интересны и нам хочется в это верить да и как правило это приводит нас к кризису поэтому здесь такой здравый рассудок он будет уместен то есть по каким-то причинам возможно вы будете очень легко впадать в иллюзии либо впадать какие-то манипуляции со стороны других людей и здесь нужно быть немножечко внимательны также вопросы вопрос здоровья да здесь тоже нужно будет обращать внимание то есть может быть чрезмерная какая-то эмоциональность будет приводить к психосоматике так и последний вопрос какие шансы важно не пропустить вот здесь были шансы у вас весной будут шансы какие шансы важно не пропустить ээрофант знаете я бы сказала шанс получить какое-то окончательное принятие решения получить какой-то ответ окончательный то есть не упустить шанс при принятие решения и принятие ответственности да то есть вот быть как-то твердым в своих намерениях быть уверенной в своих намерениях да какой-то какая-то здесь серьезность присутствует возможно будет даваться шанс на то чтобы где-то в чем-то изменить свои взгляды и быть более мягкой мягким да то есть вот какая-то гибкость в мышлении она должна присутствовать да с одной стороны нужно быть более настойчивым нужно быть более уверенным а с другой стороны вот необходима какая-то мягкость гибкость в мышлении не быть чрезмерно чрезмерно консервативным опять-таки вот на протяжении всего расклада идет вот это вот дуальность да то есть а как понять где и что применять видимо весной будет такой урок для вас до определения и его и понимание что почему потому что здесь знаете как две стороны одной миндали и это вот эта вот грань она очень тонкая вот как понять да чтобы не не западать на одну или на другую сторону нужно там у нас по умеренности проходила то что этот ваш урок и есть да то есть понимание золотой середины здесь возможно подписание каких-то договоров да тоже очень важно то есть все что связано с профессиональной сферой если это имеет отношение к собственному какому-то такому бизнесу да принятие правильного верного решения подписания договоров то есть вот и здесь может быть шансы на расширение тоже также мы шанс может быть на наоборот на перемену каких-то своих взглядов да то есть возможно там через солнышко да вам покажут там может быть через более молодых людей новые какие-то возможности новые взгляды и здесь вот с такой точки зрения да конечно же очень важно не быть зашоренным до расширять свое сознание и впускать какие-то не знаю новые взгляды новые принципы новые интересы но опять же таки здесь не говорится о том что вы должны быть сто процентов доверчивы да то есть вы впустите перепроверьте рассмотрите раскусите как говорится да проверьте на зубок и после этого принимайте решение надо вам это или нет то есть впускать это или нет но вот вот это вот зашоренность какой-то вот догматизм и принципиальность от этого нужно отказываться вместо этого что-то новое впускать свою жизнь еще какие шансы важно не пропустить вот шанс как разки по повешенным стать более более ответственной более не знаю может быть в каких-то моментах жесткой вот видите опять таки я говорю да с одной стороны не нужно быть жесткая с другой стороны по аркану повешенному нужно потому что здесь энергия она дуально идет то есть вот бывает как например когда нам говорят да не надо быть жесткой и мы это принимаем вот абсолютно на всех сферах но например не надо быть жесткой в личной жизни где необходимо как-то вот уметь договариваться быть более мягкой более понятливые где-то более уступчивой потому что в личной жизни вы можете быть женщиной а в профессиональной сфере да например там играем по мужским законам по мужским правилам и быть мягкой это значит быть уязвимой да там мужчины не рассматривают и женщина либо ты мужчина ну то есть если нужно добиться чего-то да то приветствуется целеустремленность переговоры серьезность вот там в профессиональной сфере нужна жесткость нужно отстаивать нужно бороться нужно ли использовать эти качества в личной жизни нет не нужно нужно ли бороться со своим партнером ну зачем смысл да если вы находите правильного для себя партнера когда можно договориться он понимает там нужно использовать другие качества и поэтому здесь весна она будет вам как раз таки это все и подсвечивать То есть понимание, где и какие качества уместны. То есть именно уместность вашего поведения. Потому что, видимо, в каких-то моментах вы по повешенному где-то в чем-то жертвите, где-то в чем-то себя ограничиваете, а в других моментах, наоборот, отстаиваете очень жестко свои границы и говорите, нет, все, я категорично, я не принимаю, я даже не хочу слушать ничего, будет так, как я сказал, я являюсь авторитетом. И вы видите, здесь две крайности. Причем повешенный является противоположностью, как он называется, иерофанту. То есть иерофант, он наоборот жесткий, а повешенный, он мягкий. Это две крайности, а нам нужна золотая середина. То есть не впадать в вот эту крайность. Видимо, весной вы будете это прорабатывать. Какой шанс важно не пропустить весной? Повешенному. Пересмотреть. Пересмотреть что-то, да, то есть вот тот момент, когда в начале весны еще у вас не будет такого активного развития, пересмотрите свои позиции, пересмотрите свои взгляды, да, посмотрите на вещи под другим углом. Возможно, что-то другое вы для себя откроете. Пересмотрите, где, при каких обстоятельствах вы все время себя ограничиваете и лишаете. И тем самым вот впадаете вот в эту пятерку педагли. Где, в какие моменты вы привязываетесь и тем самым создаете, знаете как, в чем плоха привязка? В том, что когда ты привязываешься, допустим, к человеку, да, ты в нем растворяешься и ты теряешь себя. И ты не можешь понять, да, где есть ты, где твои собственные желания, а где есть другой человек и его собственные желания. И, как правило, женщины, они более мягкие. Они растворяются в мужчине и живут его жизнью, и забывают о себе, забывают проживать свою жизнь. И вот должен быть вот этот вот баланс, да, должна быть вот четко прочерченная грань, чтобы и себя не потерять, и в то же время не стать именно императором таким жестким, что будет только так, как я сказала, и больше никак. Вот этому уроку велика вероятность, что весной вы будете обучаться. Так, это была первая позиция у нас, да. Так, первая позиция. Ну, такая, достаточно здесь энергия, целеустремленная, направленная на развитие, но только лишь после того, как вы определитесь. Здесь долгое будет какое-то такое метание, я не знаю, надо мне или не надо, вроде бы и хочется, и колется, и я не понимаю зачем. Но весна, она будет дана как раз-таки не для движения, а для определения, для выбора. И когда вы будете что-то выбирать, вы будете очень тщательно пересматривать, рассматривать. Здесь не про анализ, здесь нет глубины, здесь, скорее всего, какой-то вот интуитивный будет поиск. Возможно, внутренние беседы с самим собой, да, то есть захотите что-то о себе узнать, какие-то новые грани в себе раскрыть. То есть вот весна, она способствует именно этому. А лето, уже скорее всего, оно будет направлено на движение, исходя из аркана влюбленных, когда человек уже окончательно принял решение, и по колеснице движется вперед, он сконцентрирован, ему никто не мешает на его пути, вот, и он движется к той цели. Поэтому вся весна, она будет дана на то, чтобы определиться. Так, голубой, красненький камешек, красненький камешек. Позиция номер два. Двоечки, смотрим вас, да. У вас какая общая энергия будет? Общая энергия весны. А вот у двоечек, вот видите, появилось это желание, да, движение, о котором я говорила. То есть здесь энергия, я бы сказала, как-то взросление, да, то есть когда человек уходит от вот наивности, да, наверчивости какой-то, может быть, человек. Здесь нам показано направление, он уходит от прошлого, да. Куда он идет, конкретно еще не показалось, но давайте посмотрим, куда вы пойдете. Ну да, вы идете на перерождение, да, на завершение, на завершение своего прошлого. И это может касаться абсолютно всего. То есть это может быть как завершение каких-то своих качеств прошлых, когда вы понимаете, да, что вот эта вот наивность, детскость, добродушие, оно, ну, может быть, не то, чтобы должно искорено быть полностью, а оно должно быть, не знаю, как-то вот для себя, да, что-то держать. А для реального мира уже надо как-то вот по-другому поступать. И у вас здесь есть это понимание. Либо здесь идет уход от прошлого места жительства, прошлого, там, работы, от человека из прошлого. Либо вообще вы уходите от прошлого, да, потому что принято решение двигаться вперед. Вот, и я уже, знаете, как это, сжигаю мосты, и я больше к этому уже не хочу возвращаться. То есть вы здесь к чему-то не хотите возвращаться. Здесь весной будет уже окончательно бесповоротное принятое решение. Вы сфокусированы, вы целенаправлены, и вы движетесь вперед. И вы не будете отвлекаться ни на что другое, кроме той цели, которую вы для себя выберете. Это может быть дальнейший путь, это может быть, там, я не знаю, реализация какого-то желания вашего. То есть вы будете направлены, и здесь идет движение. То есть человек, может быть, в прошлом, то есть здесь как вариант такой тоже, может быть, в прошлом, собирали всевозможные ресурсы, да, как-то вот накапливали эти ресурсы для того, чтобы совершить прорыв, для того, чтобы двинуться вперед. То есть здесь весна, она будет направлена на то, что либо я эти ресурсы принимаю, использую себе во благо, да, либо я от них отказываюсь. То есть вот это вот прошлое, оно либо служит для меня, либо я от него отказываюсь. То есть против меня, и я от него отказываюсь. То есть я убираю все то, что мне мешает из этого прошлого. И куда вы двигаетесь, мы посмотрели в аркан суда. То есть перерождение, да, здесь полное перерождение, концентрация на чем-то, на себе, на себе, на удовольствие, на наслаждение, на реализации своих желаний, то, что я уже сказала, да, понимание какого-то вот, не знаю, вкус жизни, да, хочу удовольствия. И я к этому иду, да, то есть я буду прикладывать все усилия для того, чтобы моя жизнь меня радовала, и я получала больше удовольствия. Здесь не вопрос блаженства, да, что я вот прям хочу находиться в таком состоянии, а здесь, скорее всего, теперь я буду думать о себе, теперь я буду как-то, не знаю, покрывать свои потребности в первую очередь, да, заботиться о себе, получать то, что мне недостаточно, да, вот как-то взор на себя на это будет направлен. Так, ну, общая энергия здесь целеустремленности, достижения поставленных каких-то целей. Ваш настрой на весну, это какая энергия весны будет, а вы как будете настроены этой весной? Вот, энергия это такая, движение, да, вперед, куда-то вас вытаскивает, выбрасывает этот поток, но ваш настрой к восьмерке мечей, ваш настрой, он такой, знаете, сдерживающий, да, что есть какие-то внешние сдерживающие факторы, которые не позволяют мне дальше двигаться, либо я уперся в потолок и не знаю, куда мне дальше двигаться. То есть здесь опять-таки вот эта вот детская позиция, да, о которой мы говорили, я не могу, я не знаю, у меня не получается, есть какие-то факторы, которые меня сдерживают, есть какие-то убеждения, какие-то мысли в моей голове, которые мне не позволяют, я не могу их преодолеть, я не могу их увидеть, я не могу их заметить, и из-за этого я страдаю, потому что я не двигаюсь вперед. Но это вот прошлое, вот от этого как раз-таки, видимо, вам и показывают, что нужно будет уходить. Еще какой ваш настрой будет весной? Ну, будет раздражение. И опять-таки смотрите, как это интересно. Если внешние факторы, ну, то есть даже не то, что внешние факторы, а энергия весны, то есть это те силы, которые вот будут вам говорить, да двигайся вперед, давай, давай, ты можешь, у тебя получится, мы вместе, то у вас идет какое-то внутреннее сопротивление, да, борьба. Я, здесь может быть самокритика, да, неудовлетворение собой. То есть нужно по факту разрушить ту стабильность, знаете, вы когда спокойно, я отстраняюсь, я никого не трогаю, меня, пожалуйста, не трогайте. По четверке мечей. Пятерка мечей говорит о том, что вот эту вот стабильность надо разрушить, потому что вот, аркан колесницы, надо двигаться, надо дальше развиваться. Это не конечный этап, это не конечная точка, куда ты пришел. А ваш внутренний голос говорит, да не, оставь меня, да, и мне хорошо, вот я посплю, я вот здесь вот полежу, у меня нет желания, я не хочу ни с кем общаться. И приходит пятерка мечей, марсианская энергия, которая разрушает эту стабильность и говорит, нет, мы пойдем вперед, мы достигнем всего, что ты поставишь. И мы достигнем это любой ценой, потому что так надо, да. То есть вот эта вот концентрированная энергия, и плюс ко всему марсианская, она должна разрушить вот это вот прошлое. И это хорошо, что здесь великий аркан выпадает, потому что ваш настрой по малому аркану, то есть вам это подвластно. А великий аркан указывает на силу внешнюю, которая так или иначе, как бы вы ей не сопротивлялись, вы все равно пойдете в этом направлении. Она разрушит вот ваше вот это вот состояние. Я не могу, я не знаю, я недостаточно, может быть, чем-то владею, да. Вот здесь вот какое-то самообичевание. Вот это вот детскость. Ну, то есть здесь как будто бы, не знаю, какой-то канал, который порос разными растениями, да, и вот все как-то замусорилось, и этот канал надо пробить, да. Он как-то засорился, вот его нужно пробить. И вроде бы вы сами все говорите, да, это надо, я понимаю, но я не знаю как, мне не хватает сил, у меня нету инструментов. И вот эта вот назойливая такая, знаете, даже не назойливая, а настойчивая, потому что здесь энергия, она такая, знаете, как мощный напор воды, который все на своем пути, как дамба, которую прорвали, да, и она вот эта вот мощь энергии, она на своем пути все сметает. Вот как колесницы, да. Видели когда-нибудь, ну, не знаю, пускай даже не вживую, по телевизору, да, скачки, скачки лошадей, когда лошадь гонится, тем более на большой скорости, на ее пути, не дай бог, ты встанешь, да, либо если идет какой-то локомотив, не дай бог, на его пути окажется человек, он его просто снесет. Вот здесь такая энергия, поэтому вы не сможете сопротивляться той энергии, которая к вам приходит. То есть вы здесь поступаете по наитию, то, как вы привыкли в прошлом, а придется по-другому, даже если, здесь как получается даже, если вы не хотите будете сопротивляться этой энергии, вам же будет больнее, вам же будет хуже, потому что здесь идет борьба, и это неравная борьба, потому что сила, она сильнее вас, и вы себя только как будто бы раните. То есть представьте какую-нибудь комнату, комнату узкую, прямо такой коридор узкий, напичканный ножами, либо разными колющимися инструментами. И вот вам нужно пройти по этому коридору. Вот чем больше вы будете жесткими, да, чем больше вы будете чопорными, тем больше вы сами себя пораните. Если вы где-то будете изгибаться, если где-то вы будете наклоняться, то есть если будет присутствовать вот эта гибкость, то есть вы с меньшими, с наименьшими порезами и уколами сможете пройти этот путь. Вот здесь вот такая энергия будет. Это вот ваш настрой. Ну, вы сами видите, мечовость, ее нужно менять. Ваш уровень энергетики весной. Два аркана выпало. Хорошая, хорошая энергия, да. То есть, в принципе, тройка, она здесь начинающая, зарождающая, да. То есть есть готовность здесь работать, есть готовность наполняться энергетически. И аркан силы здесь указывает на то, что ваши энергии, они выровнятся, да. То есть вот в вашем случае чуть больше энергии и потенциала, чем в первой позиции. Поэтому, ну, здесь уровень хороший. Это не идеальный, да. Здесь есть к чему стремиться, но, по крайней мере, вот настрой здесь энергетический. Уровень энергетики, он такой, с заделом, да, с хорошим заделом. Так, следующий вопрос. На что нужно обратить особое внимание? На что вам нужно будет обратить особое внимание? На борьбу, да. На борьбу, на какое-то сопротивление. Переменам. Видите, вот здесь. Ну, не хочу. Это как, знаете, берешь черепаху, ты ее подгоняешь, подгоняешь. Да как бы ты ее ни подгоняла, она не подгоняется. Если она не захочет сама побежать. Потому что я видела, как быстро бегают черепахи, если они этого захотят. Вот прям очень быстро бегают. Что, в принципе, ну, не совсем свойство. У нас есть вот эта ассоциация медлительности, да, размеренности. Они очень быстро бегают. Поэтому на что обратить внимание? На ту борьбу, на то сопротивление внутреннее ваше, которое происходит тем переменам, да. А почему вы здесь сопротивляетесь? Пятерка, шестерка. Почему вы сопротивляетесь? Потому что здесь, как будто бы, знаете, нету понимания, да. То есть по шуту нету какого-то конкретного плана. Куда бы я хотела пойти? А зачем мне вообще куда-то нужно идти? Это, знаете, как пионерам, да, раньше говорили, будь готов. И ответ должен был быть, всегда готов. Вот у вас всегда готов нету. То есть, допустим, если вас утром разбудит, ты скажешь, да, вставай, мы поедем там, я не знаю, за город куда-нибудь на пятник. Вы такая, а мне это нужно? Да хорошо же лежим, да, хорошо же отдыхаем. А зачем? Да пойдем я тебе потом расскажу. Вот вы не пойдете. Вот вам нужно заранее рассказать, вы подумайте, помедитируйте на это дело, и потом только примите решение. Здесь вот сопротивление идет именно к какой-то новизне, которую вы не совсем понимаете, вы не совсем осознаете, зачем она вам. Она не запланированная, она внезапная. Это что-то такое непредсказуемое, неожиданное, и вы это чувствуете, но, как это сказать, вы здесь это не, ну, это не входило в ваши планы, да, то есть это как будто бы не ваше желание, а это внешнее какое-то желание, что, в принципе, да, мы это посмотрели, подтвердили. Это внешняя сила, которая вам говорит, что нужно двигаться, доверься. И здесь момент такой, что я тебе не буду рассказывать, да, что тебя ожидает, тебе нужно довериться. А как я доверюсь, если я вообще не понимаю, куда меня это приведет, да, то есть, ну, я же, в принципе, адекватный человек, а вдруг меня это не во благо, зачем мне туда идти? А здесь говорят, вот, вот здесь вопрос довериться, да, доверие, доверие. Здесь есть какой-то импульс, какая-то идея, которая говорит, ты как, ты за любой кипиш? Вы говорите, не, не, я не за любой кипиш, я не рисковый человек, мне нужно все вот как-то абстрактно, обстоятельно, не абстрактно, обстоятельно все объяснить, рассказать, желательно прописать какой-нибудь договор, да. Вот я не буду вписываться в какую-то, в какие-то непонятные для меня ситуации. А что еще здесь нужно обратить внимание? Ну, вот опять-таки, вам говорят, да, примите решение уже и двигайся, и двигайся вперед. А как, куда, куда вперед вам двигаться? Ну, вам показываю, да, королеве пендаклей, более изобильные, более стабильные, более насыщенные, вкусные еди, вкусные жизни, да, к жизни, где вы наслаждаетесь материи, где вы получаете удовольствие. То есть вас ведут королеве пендаклей. А вы это видите? Ну, эти. 50 на 50. Где-то я подозреваю, где-то я, возможно, что-то ощущаю, где-то я как-то, может быть, даже и сама этого хочу, да, либо сам этого хочу. Но сказать, что вот есть четкое понимание, нет, да, здесь человек как будто бы колеблется. Почему? Потому что, выбирая вот эту жизнь, ему придется отказаться от чего-то другого. И, видимо, отказ, а у нас там шестерка кубков выпадала, это долгий путь, да, то есть здесь придется отказаться от прошлого. А я не очень-то и хочу. Видимо, в этом прошлом есть что-то ценное для вас, понимаете, поэтому, ну, как вторичная выгода, вы отказаться не сможете. То есть здесь нужно обратить внимание на перемены. Чего стоит избегать? Чего стоит избегать? Ограничение собственных. У нас там и восьмерка мечей тоже выпадала, да, как ограничение. Ограничение себя. Во-первых, закрытость, отделение, отстранение, да, от внешнего мира. А во-вторых, ограничение, когда я говорю, я подразумеваю здесь, что девятка пентаклей говорит, у меня и так всего достаточно. Мне и так всего хорошо, ну, вот, у меня и так все хорошо, мне все, мне все достаточно, да. То есть чего большего мне желать? У меня есть девять пентаклей, зачем мне десять, да. То есть лучше я, не знаю, птичку в руках удержу, да, чем вот этого за этим журавлем куда-то там в небо посмотрю, да. То есть я хочу что-то такое реальное. А оглядываясь на свою жизнь, меня, в принципе, она удовлетворяет. Да, может быть, хотелось бы, потому что здесь по двойке пентаклей есть, может быть, хотелось бы что-то еще иметь, но, в принципе, мне и так неплохо, да. То есть, в принципе, меня и так все устраивает. Вот этого стоит избегать, почему? Потому что если вас все устраивает, вы, ну, не пойдете. То есть вас нечем замотивировать. Вот предлагают большую зарплату, да зачем мне эта большая зарплата, да, там еще дополнительно ответственности, как-то работать больше часов. Вот я лучше вот здесь, да. Либо вам говорят там, не знаю, куда-то переехать-то в другой район, там какой-нибудь новостроек. Зачем? Вот меня все устраивает, здесь метро поблизости. Я там работала пешком до садика, до школы, все такое. Так поеду какую-то новостройку. Да, новый дом, но там нету транспорта, там нету удобств, там нету еще чего-то. И, ну, оно мне надо. Вот этого стоит опасаться, потому что здесь по девятке пендакли, да, либо вы говорите себе еще, а мне еще не время, да, то есть по девятке пендакли. Я собираю себя по частям после чего-то такого болезненного в прошлом. И мне вот только сейчас я пришла к тому состоянию, когда мне хорошо. А тут мне заново надо выходить из своего комфорта, куда-то идти. Не-не, я не хочу. Вот этого вот нужно избегать. Еще чего нужно здесь избегать. Тройки кубков, да. Ну вот, тройка кубков, она нам указывает на праздник от первого урожая, да. То есть это самые первые результаты от чего-то. И вот то, что я, в принципе, сказала здесь вот в купе с девяткой пендакли, мне достаточно вот этого вот маленького урожая, да. То есть я на что-то больше не претендую, я не хочу. То есть вот здесь вот этого остерегаться. Избегать нам надо не остерегаться, а избегать. Плюс ко всему здесь какое-то общество. Какого общества здесь? Да, вот здесь говорится о том, что нужно закрываться от тех людей, которые живут примерно на том же уровне, на котором вы сейчас. Почему? Потому что семерка жезла указывает на то, что вы уже переросли. Это ваше окружение. И надо его менять. Потому что оно имеет на вас не очень хорошее влияние. Здесь не потому, что окружение плохое, а это люди, которым не нужно развитие. То есть на том этапе, на котором они находятся, их все устраивает, их все удовлетворяет. И глядя на них, вы тоже такая. И здесь нужно как будто бы менять свое окружение, потому что вы его переросли. Нужно двигаться дальше. То есть вы равняетесь на этих людей, может быть даже и в чем-то раздражаетесь. Потому что внутри вы понимаете, что здесь необходимо дальнейшее движение. Потому что уже время пришло, а вы себе говорите, что нет. Вот этого избегать надо. Хорошо, какие шансы важно не пропустить? Какие шансы важно не пропустить? Ну здесь смотрите, опять же таки, если мы говорим про личную жизнь, не пропустите удовольствие, наслаждение, возможно, чувство любви, состояние любви, которое подарит вам некую такую статусность, статусность, да, уверенность в себе. Не пропустите возможность, я бы так сказала, не пропустите возможность прийти к императрице, к какому-то празднику, к наполнению. Вот о чем говорит здесь король кубков, я не понимаю. То есть не пропустите возможность стать императрицей, из-за того, что вы как-то вот разочарованы в своих эмоциях, либо разочарованы в каком-то прошлом. То есть, возможно, что-то есть в этом прошлом, что оно вас очень сильно цепляет, и это вот и является теми ограничениями, о которых вы говорили, которые не дают вам двигаться именно к состоянию императрицы. То есть вам здесь предоставляется возможность сменить свой статус, вырасти в своем статусе, возможно, реализовать какие-то свои желания, возможно, не знаю, хочется сказать, забеременеть какими-то идеями, ну и в прямом смысле для кого это актуально, забеременеть какими-то своими идеями, чтобы в дальнейшем они проросли, да, по тройке педаклей, росли дальше. Но из-за того, что здесь есть что-то, что в прошлом вас огорчает, вы можете как-то застревать. Еще какие шансы важно не пропустить? Колесо фортуны. Вот вам может улыбнуться фортуна, удача. Опять же-таки, колесо фортуны указывает на перемены. Возможно, какую-то поездку, да, кстати, с рыцарем мечей. Не упустите какую-то поездку, какой-то шанс, который вам будет дан. Возможно, шанс на новые отношения, на новые связи, на новые контакты. Либо на возможность, наконец-таки, в чем-то себя принять, да, что-то в себе увидеть и как-то вот сбалансировать себя. Шансы, возможности какие-то здесь тоже по пажу педаклей даются, но они, правда, небольшие. Может быть, это какие-то подарочки. Какое-то внимание в вашу сторону. Да, здесь какие-то идеи новые зарождаются. Что-то новое, что-то ценное. Что-то ценное, что вам дается. Опять же-таки, ценность у каждого свое понятие. У кого-то это может быть там, я не знаю, какая-нибудь безделушка золотая, да, как подарок. А для кого-то это могут быть какие-то ценные, я не знаю, может быть, книги. Может быть, какие-то поездки в исторические места. Может быть, какая-то мудрость. Либо встреча с учителем. Ну, то есть, у каждого свои понятия, у каждого свои ценности. То есть, вот, что-то такое ценное будет даваться вам весной. И здесь очень важно не пропустить эту возможность. Но вот эта вот ценность в любом случае, что бы здесь ни давалось, оно должно привести вас к императрице. Причем здесь у нас вначале, да, у нас выпадала, вот она, королева Пендакли. После королевы Пендакли у нас как раз-таки идет императрица. То есть, вас, я сказала, вас ведут, да, королеве Пендакли. Но если вы доверитесь этому процессу, да, вам смогут дать больше, чем просто королеву Пендакли. Вот такой был сегодня расклад. Благодарю вас за внимание. На этом, да, не буду ничего комментировать, ничего говорить. Встретимся в следующем раскладе. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok